всем привет и сегодня я хочу сделать видео которое посвящено моему коту да целое видео будет посвящено моему коту ну просто он у меня такой задорный и любимый что я не могла про него не делать видео вот он тут прыгает у меня сейчас за колечком ах ты Кузьма, вот ты у нас будешь причиной этого видео всем привет, я Кузя ух ты, он сейчас играет, он очень любит играться с такими игрушками типа как вот это вот колечко от бутылки ну а пыли-то от тебя сколько летит Кузя ай ты молодца, ай молодца, позируй ты в общем почему я решила снять это видео ну во-первых потому что потому что решила во-первых потому что наверное всем интересно все любят тематику животных, все любят котиков ну практически все, да блин, я уже об одном и том же говорю минут 10 я расскажу в этом видео о том, что у меня за кот, как я его взяла что он у меня не просто тот кот, а бракованный кот чем я его кормлю, расскажу какой-то он, я думаю, у меня входит моему коту уже 3 года взяла я его 3 года назад в марте месяце себе на подарок выбрала причем я хотела изначально британского кота, но они дорогие на тот момент у меня не было денег на британское я решила, думаю, да чего же возьму обычного котика, самого незатейливого ну и в итоге взяла вот этого черного котенка я хотела кстати именно мальчика пришла к выводу кстати, что кошки они более чистоплотные они больше себя вылизывают, больше следят за собой а этот у меня разгильдяй, ну в принципе порядочный разгильдяй обои не дерет, слава богу короче, взяла я этого кота себе, он маленький был мне чем он понравился, то что он сразу же потянулся ко мне в ручки нисколько не испугался меня мы с ним подходим друг к другу с моим котом-то и он такой в принципе послушный, хороший кот иногда конечно бросается на меня, когда недоволен когда я с ним долго не играю, а так он послушный и он у меня не просто кот, только потому что у него почная грыжа как бы это противно не звучало, да но есть отверстие в брюшной полости, из которой свисает часть кишечника чуть-чуть все это естественно прикрыто кожей и шерстью это все на первый взгляд вообще не видно как мне сказала девушка, которая мне отдавала котенка она сказала, что ой, ну это со временем пройдет, все уйдет, он просто маленький еще на самом деле, когда мы его однажды привели к ветеринару ветеринар сказал, что это не проходит само собой что нужно делать небольшую операцию но это не обязательно, и что это коту если не мешает то в принципе не обязательно делать эту операцию на что я задала вопрос а как узнать, когда ему вдруг это замешает вот, он сказал, что ну вы сразу поймете что будет страшно кричать, там еще что-то в общем будет ему больно ну вот три года ему, пока слава богу, чуть-чуть все в порядке я кстати эту угрыжу, но вообще даже практически не замечаю, тем более что внешне-то она никак не выражена просто что когда гладишь по животику, там такой бугорок идет миховой этичного склада характера, он нежный, благодарный кот я вот здесь вот обычно сплю с этой стороны муж у меня с этой стороны он сначала подходит к мужу, муж обычно, ну иди отсюда вот, а потом такой, раз, ну вариант Б, пошел к Маше лежит у меня обычно на груди, я его глажу, он весь урчит попу кверху поднимает, хвост другой, в общем весь такой довольный а потом через некоторое время уходит и у него стандартно так каждый день он уходит и спит у нас в ногах я утром просыпаюсь, он спит вместе со мной я утром встаю, он встает вместе со мной и издает источный вопль еще самое смешное, то что у нас полы-то из ламината сделаны и они вот, когда я даже в носках хожу, у меня иногда бывает скользко вот, ну, на поворотах, если я там как-то разбегаюсь да, бегаю по квартире, именно из-за того, что кузь веселью вообще а у него получается между пальчиков есть ворсинки такие волосяные и он получается, когда бегает, он как в Том и Джерри на поворотах, у него вот так вот ноги-ноги прокручиваются, прокручиваются он вроде хочет уже забежать за поворот, но у него еще ноги за другим поворотом, не так это все смешно смотрится что хотела сказать, какой туалет мы для него используем туалет с краями, с завернутыми потому что у нас до этого был обычный туалет, такая как миска большая с такими прямыми краями оттуда очень много всегда осыпалось туалетного наполнителя вот, а сейчас мы ему купили с краями, с загнутыми как бы, во внутрь немножечко и наполнителя стало уже на полу меньше валяться он у нас кот халява, он у нас когда ходит по большому это вообще просто умора во-первых, он заползает и истерично начинает рыть все вот это весь наполнитель в туалете в своем и так прямо зарывается у него с головой что вот этот наполнитель, он у него оседает белым налетом на черной шерсти он выходит у нас с ямский кот просто про наполнитель, наполнитель мы покупаем ему, но у меня в данный момент наполнитель кузя это наполнитель для котят у меня был кузя для котят, у меня был кузя для взрослых кошек уже, более крупный но чем мне больше всего нравится именно для котят то, что у него консистенция, он не крупный и не очень-очень мелкий он мелковатый, но очень хорошо процеживается через специальный совочек во-вторых, то, что вот этот оставляет меньше пыли на лапах вот, ну и плюс по цене, достаточно демократичная цена смотря где покупать, конечно, раньше стоило 85 рублей сейчас по дорожанию ему где-то уже около 100 рублей стоит ну и такого наполнителя ему раза на 4 хватает если сразу не убрать какашки, то пахнуть будет туалет вроде как не комкующийся ну, собственно, из-за этого, наверное, мы больше всего-то и меняем туалет потому что какашки убрал и все, они не мешают и не пахнут а вот мочу уже сложно убирать чем кормим? ну, помимо того, что у него есть основной корм обычно мы покупаем проплан корм, если давать ему чисто этот корм 3 дня подряд он уже не может на него смотреть он уже демонстративно подходит к своей миске и начинает его закапывать, как будто бы это какая-то какашка покупаю ему куриную грудку также могу купить ему куриную печень также он у нас, в принципе, неплохо есть свинину все это он любит есть не вареным, а сырым и он очень любит рыбу вот эти вот, помимо основного корма еще 4 вида, обычно, продуктов, которые он у нас кушает ну, еще в рацион входит моя драцена да, кузненька? вот, кузьки также есть игрушки, играются всякие, начиная от такого шарика ну, он ему, кстати, неудобен, во-первых, шарик тяжелый если его кинуть, можно попасть случайно в кота и тогда бьет больно по лапам вот, также у него есть вот такие брелки в виде мягких игрушек в данном случае это зайка с морковкой на животике гузя, фас побежал слышите, как пополу? прям дальше я вам сейчас покажу его туалет покажу его домик и, ну, вот, где он обычно лежит у нас ну, вот, собственно, туалет моего кота видите, здесь вот бортики имеются специальные тут же лежит лопаточка Лопатка, видите, вот с такими дырочками, так что через дырочки очень хорошо просыпается сам вот этот наполнитель. Вот его, в общем, спокойно прочистить его туалет. Также вот дом моего кота, внутрь вот сюда он не залазит, потому что ему там почему-то некомфортно. Здесь по бокам у меня, не смотрите, это коробки, мы переехали не так давно. Ну, здесь у нас варочная панель лежит, ну и часть продуктов сухих вот здесь лежит. Лучше смотрите на домик на Кузькин, вот у него здесь лесенка идет, и он у нас когти точит только вот об эти вот столбики, специальной бечевкой обернутой, и вот об эти вот столбики. Один раз мы показали, мы с Сережкой, что надо об них точить когти, и он у нас вроде как культурненько следует этому правилу. Ну, здесь что, во-первых, вращается, вот эта плотно закреплена, ну и здесь дырочка вроде как, чтобы можно было ползать, он через нее редко ползает. Он у нас обычно вот здесь лежит, либо вот здесь, либо еще на холодильнике лежит. Да, и вот вид из окошка, из моего, сюда он садится, смотрит в окошко. Такие у нас домики небольшие, трехэтажные. Вот, это улочка моя эта. Ну, и да, поближе вам покажу, то есть вот он сам корм, проплан, house cat, аптеренталь у нас идет, надеюсь, правильно читаю, хороший для почек, для пищеварения, вроде как соли, практически не задерживает. Вот, ну и, собственно, сам кузя для котят, вот вы видите, подписано 81 рубль. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте там же свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok